Игорю Заикину, бармену со стажем, несколько месяцев назад пришлось освоить новую профессию – монтажника вентиляционного оборудования. Такие перемены были связаны с первой волной пандемии, которая началась этой весной. Гриль-бар, в котором молодой человек работал последние четыре года, неожиданно закрылся. Начали искать дополнительный заработок. То есть нам выплачивалась минимальная зарплата, но на эти деньги существовать довольно тяжело, особенно когда есть семья и так далее и тому подобное. После трех месяцев затишья работа в гриль-баре закипела вновь. Но старший бармен столкнулся с новыми трудностями. Мы потеряли много хороших, качественных сотрудников, в которых мы вкладывали ресурсы, знания, ну и много сил было потрачено. Персонал, квалифицированный персонал, который даже в данный момент очень сложно найти и удержать, начинает искать другие места работы. Соответственно, они уходят вообще из отрасли, они уходят вообще в другие места, на какие-то предприятия и потом оттуда не возвращаются. Профессиональные повара, бармены за заработком уезжают на курорты. Часто там и остаются. В начале ноября в регионе введены новые ограничения. Кафе, бары и рестораны должны закрываться в 23.00. Поздняя посадка, и люди приходят, и мы вынуждены этих же людей, которые сидели за столиками, просто выгонять, чтобы ограничить себя и от штрафа, и от каких-то других моментов. Прибыль значительно упала. Работать за спасибо. Рестораторы не готовы. Надо платить аренду, зарплату, кормить семьи. Хотели бы какого-то компромисса. Мы все-таки сторона, которая несет какой-то позитив во все. Не хочется создавать такого настроения. Оно и так у всех очень сложное. Не хочется выиграть какое-то первое время чумы. Здесь мы понимаем, насколько это сложно. В то же время мы хотим, чтобы нас немножко услышали с нашей внутренней стороны. Рестораторов услышали. Об их проблеме знают и готовы помочь. Варианты решений озвучил заместитель губернатора Вячеслав Берзин в прямом эфире нашего телеканала. Основные затраты, которые есть у компаний, у отелей, у ресторанов, это аренда и заработная плата сотрудников, которую они так или иначе держат. Одной из идей, которую мы хотим предложить, это в том числе вынести вопрос субсидирования по сохранению рабочих мест. Но делать это не через центры занятости, когда человек уже безработный, пришел за пособием, получая его. А делать это путем субсидирования предприятий, если они эти рабочие места сохраняют. Это позволит им в том числе и легче переносить периоды, связанные с теми или иными ограничениями. Итоговое решение будет принято после встречи с рестораторами и отельерами. Анастасия Бабир, Сергей Малеев, События дня.